всем добрый день собрал я общее видео по проекту пристройка сейчас в общих чертах как мы все это делали как начиналось я расскажу и так значит пристройка бытовки бытовка желая как обычно выложили шины забили клин и положили лаги для пола сделали черновой пол в общем то все по классике утеплитель в виде опилок у нас как вверху так и внизу сейчас вот данный момент утепляю крышу домик бюджетный удачного типа но с круглогодичным проживанием значит крышу сделали мы общую в продолжении той которая была тут небольшой уклон нее совсем небольшой то есть снег постоянно не лежит значит мы с этой пристройкой объединились общими лагами и сейчас засыпаем это все опилками и потом оббиваем обрешетку это вот снизу вид поставили столбы уже видны где будут стены подопилки полу положили рубероид где-то у нас не хватило там воспользовались пакетами для изоляции чтобы вода снизу не шла этого достаточно ну вот перетаскиваем наши пеньки напиленные замешиваем раствор в данном месте раствор в пропорции у нас один к одному то есть это если одно ведро глина значит и одно ведро песка так как здесь глина тощая добавляли немного ну добавлялись из напилки это уже чтобы когда делаю жидкий состав его уже опилками доводишь до консистенции нужности как пластелин получался выкладываем на стену вот куски раствора ставим пенек наш пенек весит прилично приходится под напрячься и приступим его либо кувалду либо я вот тут изобрел кияночку так как кувалду забыл это нужно делать для того чтобы примять раствор чтобы он принял площадь этого пенька сзади нас прибитый рейка но это доска не рейкая доска да она выполняет роль опалубки чтобы стена по мере возрастания вверх была в одной плоскости чтобы она ровная была процесс распиловки так как мне все большие там от двух до полутора метров и нам их нужно пилить в данном проекте здесь попросил заказчик 40 сантиметров я обычно делаю 30 30 вполне достаточно для нас и для наши полосы вот значит к вечеру у нас уже почти была готова одна стена процесс конечно месяц не из легких может быть на экране это выглядит как-то просто сколотил зале по стену все готово на самом деле тут это серьезный труд тяжелый труд значит пеньки все это кедр пахнет он просто обалденно это уже вторая часть стены здесь вот тренируюсь так сказать затирать швы хотя в данном проекте это нам не пригодилась так как и снаружи и внутри заказчиком было решено зашить все это вот и Продолжение следует... 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 вот так это выглядит изнутри здесь будет стоять печь тут будет дверь ну и соответственно там торцевая стена должен быть там санузел вот закрыли эту стенку сейчас приступим к окладке дальнейшего дальнейшей стены вот здесь мы начали уже откладывать здесь торец обложить ну и заднюю соответственно стену вот так уже дверной проем у нас выглядит сейчас мы сделаем дверь дверь готова дверь сделал я из фунтовной доски половой прекрасно себя ведет год прошел никуда и ничего не повело там да она возможно сделано там не по технологии как обычно дверь на делает ну просто надежно держит внутри мы потом утеплили и сейчас она уже дверь как зимние после ножек подсыхает пока еще не проверили количество здесь за штукатурил глины сожалению на зиму не пережила так как глина оказалось то есть и там все потрескалось практически все отвалилось здесь мы поставим в комнатную дверь тоже сделаю сам этого старец где уже все заложил я в данный момент я использовал уже на гримов глин добавлял цемент потому что стена пустая не нужна была надежность уже не позволяла это глину удерживать такую тонкую стену задняя часть этой бытовки вот так выглядит утепленная дверь у нас сделали попросили еще заказчик у нас утеплить потолок мы поставили балки фальшбалки провели свет ну и соответственно там еще на той что не стороне у нас розетка печь была установлена проходной узел мы сделали заложили все глиной пожаробезопасность тут на уровне вот видите трещина это как раз та глина которая совершенно не подходит для стукатурки я ее все конечно отбил потом и сделал другой кварток дверь как раз в санузел тоже сделал из обычной доски тут уже просто внахлёст шли доска я купил 20 на 40 ой 20 на 40 на 200 все в середине у нее этот десятка фанера все обжег вроде неплохо получилось дверь легенькая все закрывается нигде ничего не задевает вот это видео уже с этого года уже продолжаем внутреннюю отделку так сказать стремимся к завершению вот зашил фронтон это вот свес крыши чтоб посимпатичнее смотрелось у трубы деревянной подставкой это для того чтобы ждали пока засохнет глина чтобы не давило трубу вниз вот обшили мы стену тоже кедром я его пошлифовал запах конечно уникальный дает аромат в этом месте просто находиться одно удовольствие ну вот с отделкой дерева мы закончили сейчас займусь так называемым фартуком для спички я принял решение все сделать из цемента один к двум смешал 500 цемент он сейчас чуть подсохнет и на нем вырезал уже доску такую с трещинами это старая доска такая выглядит неплохо это такая тема называется арт бетон обалденно смотрится делают там всякие уникальные вещи булыжники там каменная кладка и чего только не делают деревья в общем решил развивать эту тему тоже очень мне понравилось надеюсь дальше придумывать еще что-то интереснее сложнее красивее сделал вот клёпочки такие дырочки там в доске от караеда она когда высохла значит покрывается грунтовкой и потом можно красить вот такое поверху сделал обрамление так сказать окантовочка чтоб красиво смотрелось сейчас на место установлю печь наверху сделал защитный экран и соответственно такой же внизу печь прекрасно работает купили печь с толстяным металлом по-моему миллиметров шесть простая буржуйка но надежный крик хорошо повторюсь это бюджетное строительство соответственно печь тоже бюджетная ну вот у нас растерили мы линолеум сейчас он полежит чуть разгладится растянется и потом сделаем плинтус будет уже удобно метать пыль там мыть полы я проверяю двери ничего не чертает все прекрасно закрывается нигде ничего не задевает сейчас сделаем еще обрамление на окошечко как я уже говорил положим плинтус и в общем то на этом с внутренней отделкой мы закончили вот так выглядит плинтус тоже обжег его проверяем дверку не задевает нигде ничего не чиркает вот так выглядит окошечко ну и вот еще по этой стороне тоже плинтус вот так выглядит И вот еще раз скажу, что дверь мы утеплили. Это кожзаменитель, под ней находится утеплитель.